Жак-Ив Кусто родился в небольшом городке на юго-западе Франции. В 1930 году окончил военную академию, служил на военно-морской базе в Шанхае, даже побывал в СССР. Собирался стать морским лётчиком, но этому помешала автомобильная авария. В 1943 году во Франции, оккупированной немцами, Кусто вместе с инженером Эмилем Ганьяном изобрёл и испытал первый прототип акваланга, с которым в дальнейшем Кусто успешно погружался на глубину до 60 метров, без каких-либо вредных последствий. К началу 1943 года Кусто снял на любительскую камеру и смонтировал 18-минутный фильм «Восемь метров под водой». Следующий его фильм «В мире безмолвия» получил золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале в 1956 году. В 1948 году группа Кусто, обследуя прибрежные воды Туниса, провела первые в мире подводные раскопки, вызвавшие сенсацию среди учёных. Ныряльщики нашли и засняли древнеримские затонувшие суда периода завоевания Карфагена. Для проведения подводных съёмок и исследований в открытом океане Жак-Ив Кусто переделал в плавучую лабораторию старый минный тральщик Калипсо, выкупленный у королевских британских ВМС. Сейчас статусы перспективы Калипсо довольно туманны. Ещё с 1957 года капитан Кусто принимает участие в создании «Ныряющего блюдца» — первой маломерной подводной лодки для научной работы в океане. Она получилась очень маневренной, вмещала двух человек и могла опускаться на глубину до 350 метров. В 1962 году Кусто создал первый подводный дом «Приконтинент-1», расположенный на глубине 10 метров. Ну а «Приконтинент-3» располагался уже на глубине 100 метров. К сожалению, проект не был продолжен из-за высокой стоимости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова